8 декабря в Казанском дворце водных видов спорта завершился матч четырех стран по прыжкам в воду. Турнир, в котором уже в третий раз разыгрывают награды сильнейшие прыгуны из России, Украины, Италии и Германии, в очередной раз завершился триумфом российской сборной. На протяжении трех соревновательных дней в прыжковом бассейне Дворца водных видов спорта разыгрывалось первенство в индивидуальных и синхронных прыжках с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки. В соревнованиях приняли участие именитые спортсмены четырех стран. В составе договоренности между главными тренерами России, Италии, Германии и Украины сборные выставляют на матч первые составы. Так и случилось в Казани за некоторым исключением. Ведущие спортсмены, которые в течение летнего сезона приняли участие сразу в трех крупных турнирах в чемпионате Европы, всемирнолетней универсиаде и чемпионате мира, не смогли обойтись без травм. Тем не менее, в составах всех команд были олимпийские чемпионы и призеры, победители чемпионатов мира и Европы. О многом любителям спорта расскажут такие имена, как Илья Захаров, олимпийский чемпион лидера российской сборной, Саша Кляйн, знаменитейший немецкий прыгун в воду, призеры Олимпийских игр, чемпионы Европы, итальянка Ноэми Батки и украинец Александр Бондарь. Несмотря на сильное соперничество, победа российских спортсменов в общекомандном зачете стала безоговорочной. За три соревновательных дня россияне набрали 121 балл в 10-ти прыжковых дисциплинах, победив в командных прыжках Дарьи Говр и Виктор Минибаев, в прыжках с трехметрового трамплина среди мужчин Илья Захаров, среди женщин Кристины Ильиных, в синхронных прыжках с 10-ти метровой вышки Роман Змайлов и Сергей Назин, в прыжках с 10-ти метровой вышки среди женщин Юлия Тимошинина. После победы в прыжках с трехметрового трамплина 19-летняя спортсменка Кристина Ильиных рассказала, что ее оппоненты были довольно опытными и сильными, поэтому, чтобы показать лучший результат, нужны были упорные тренировки. Я очень рада, большую подготовку провела, очень старалась, хотела победить, вот получилось. Мы сюда сразу же со сборов приехали, у нас очень хорошая база под Москвой, озеро Круглое называется, там мы готовились по три тренировки в день. Уступившая ей итальянка Мария Маркони была довольна и вторым результатом. Это были сложные соревнования, я не должна была думать о соперницах, а сконцентрироваться на своем результате. Я очень рада серебру, ведь это был мой первый опыт на международных соревнованиях. Яркую борьбу продемонстрировал в последний день соревнований, чем и запомнился родной публике татарстанец Никита Шлейхер. В течение всего соревнования, лидируя, он лишь в конце уступил победу в прыжках 10-ти метровой вышки своему украинскому визави Александру Бондарю. По завершению соревнований последний отметил высокий потенциал татарстанца. Борьба была интересная, очень талантливый прыгун Никита Шлейхер. Молодец ему работать, работать он достигнет больших результатов. У него талант сумасшедший. Было приятно с ним и с остальными спортсменами прыгать. Таким образом, сборная России в третий раз подряд выиграла матч четырех стран по прыжкам в воду, чем очень порадовала именитого спортсмена, ныне висепрезидента Всероссийской Федерации по прыжкам в воду Дмитрия Саутина. Я очень рад, конечно, потому что я вначале же говорил, что команда не полностью первым составом, но и была возможность очень хорошая второму составу и кто даже в третьем составе показать себя, проявить, попрыгать с чемпионами и как бы показать, ну и хороший результат в том числе показать. Так что я поздравляю еще раз команду России Олега Алексеевича Зайцева. И кубок, самое главное, у нас остался. Мы его заслужили. Сборная России одержала очередную важную победу в стенах и бассейне Дворца водных видов спорта уникального спортивного комплекса, построенного в Казани в преддверии 27-й всемирной летней универсиады. С первых стартов спортсмены окрестили это уникальное спортсооружение счастливой водой. Бассейн ДВВС способствует рекордным результатам и ярким победам.